здравствуйте дорогие огородники у нас не за горами рассадный период и некоторые даже уже начали кое-какую рассаду выращивать я сторонник того чтобы рассаду выращивать не торопиться то есть сдвигаю строки как можно ближе к весне для того чтобы солнечный день был длиннее и именно чтобы при выращивании рассады по максимуму использовать свет и свет именно солнечный тем более что я выращиваю рассаду уже не первый год в теплице прежде чем непосредственно приступить к посеву и выращиванию рассады я обычно готовлюсь к этому периоду то есть подготавливаю все что необходимо но с чего конечно надо начать начать надо с того что определиться какие культуры рассадные я буду сажать сколько мне их надо посадить по количеству и выбрать сорта из культур которые я буду рассадных сажать определяюсь я примерно следующим образом то есть я учитываю три фактора во-первых первый фактор это сколько нужно мне вырастить для моей семьи то или другого овоща вот второй фактор это если возможность сохранить то что я выращу и третий фактор если у меня необходимое место на участке или например место в теплице для того чтобы вырастить там необходимое мне количество и вот где-то золотую середину нахожу учитывая три фактора и уже определяюсь по количеству сколько именно данной культуры я буду сажать сколько корней соответственно подбираю для этого семена в основном я увлекаюсь как вы знаете томатами и вот посленными культурами больше всего и у меня сортов как обычно бывает очень много то есть начинаю всегда я вот с определения вот посленовых культур то есть сортов посленовых культур в основном томатов то есть целый список записываю все на бумаге сколько количество будет у меня расти конкретно в какой теплице и в каком месте будет расти данный сорт то есть я уже определяюсь четко по количеству корней сколько мне надо рассада будет вырастить второе что нужно подготовить или приобрести это нужно подготовить грунт я его готовлю заранее само осенью если нет возможности то нужно его приобрести здесь конечно нужно тоже выбрать грунт достаточно качественный для рассады лучше что смотреть чтобы грунт был комбинированный то есть на основе торфа и желательно с добавлением биогумуса и чтобы в нем было достаточно большое наличие фосфора поскольку все молодые растения рассада на первом этапе очень нуждается вот именно фосфор как в одном из основных элементов питания что еще я подготавливаю то есть я смотрю в каких емкостях я буду выращивать ту или иную рассаду чтобы выращивать сеянцы я вот использую вот такие вот бабаечки либо вот такие вот емкости пластиковые вот для после пикирую их либо вот в такие стаканчики либо стаканчики побольше перцы я в основном выращивают в стаканчиках вот такой емкости небольшой здесь по моему пол литра где-то а это уже вот литровые стаканчики здесь я выращиваю томаты поскольку корневая система у них гораздо больше рассаду например капусты я выращиваю иногда в ящиках иногда выращиваю вот в таких вот кассетах то есть нужно уже заранее подготовить нужное количество определенной емкости для того чтобы в них выращивать рассаду что еще желательно сделать то есть если у вас как бы определились грунтом у вас уже определены какие-то сорта есть емкости то неплохо конечно все равно при выращивании рассады использовать какие-то стимуляторы какие-то удобрения то есть подкармливать рассаду определенным образом стимулировать и защищать от возможных заболеваний я за много лет выращивание рассады применял и использовал очень много разных всевозможных как удобрений так стимуляторов так и средств защиты вот в том году я также испытывал достаточно много разных стимуляторов и средств защиты и пришел к мнению что каким-то вот одним видом препарата обойтись очень трудно поэтому я остановился на целом комплексе биопрепаратов в него входит суспензия хлореллы экстракт хвои биогумат серебромедин и вот такой диатомит садовый дело в том что в этом комплексе есть как и стимуляторы вот это суспензия экстракт хвои есть как подкормка будем говорить комплексная это биогумат усиленный фосфором и калием это серебромедин который защищает от большинства грибковых и вирусных заболеваний а также почво улучшитель это диатомит садовый который нужно добавлять в грунт и он улучшает грунт позволяет лучше расти корневой системе то есть тоже достаточно хорошая вещь из этих препаратов я мешаю определенные растворы и их использую как подкормки так и защиту от возможных заболеваний и конечно если у нас совпадают еще другие факторы то есть есть нормальная достаточно освещение есть неплохой грунт то стимулирование и подкормки позволяют рассаде расти еще быстрее еще мощнее и за довольно таки короткий промежуток времени получить крепкую мощную рассаду поэтому я и не тороплюсь ее начинать выращивать например в том году я начинал все сеять не раньше апреля месяца и к 10 мая получил уже крепкую рассаду всех необходимых мне культур вот сегодня пожалуй на этом все вот таким вот образом я готовлюсь к рассаду периоду поэтому сейчас у меня наступило время где я тоже уже буду набирать необходимое количество рассадных горшочков согласно своим списком который я уже составил сколько мне нужно рассады земля у меня заготовлена биокомплекс для рассады у меня есть в принципе все необходимое у меня для этого есть и место где выращивать рассаду у меня тоже есть поэтому в принципе к рассадному периоду я уже почти готов остались небольшие мелочи на этом сегодня все до до свидания до скорых встреч